Приветствую вас, анонимцы. Давайте разберёмся с тем, что вы написали. Какова психологическая причина жалости к мужу? Спрашиваете вы. И психологическая причина жалости к мужу, как и любой жалости, является стремление возвысить себя, принизить мужа и, по сути, установить между вами, между другом, между вами, некие барьеры, некие границы, в достаточно таком деструктивном ключе. Вот. Чтобы чувствовать себя в безопасности. То есть, условно говоря, речь идёт о том, что вы жалеете своего мужа, потому что считаете его ниже себя. То, что вы считаете его ниже себя, связано с оценкой, то есть с вашей оценкой его человека, его как человека, его как личности. Вот. И, в общем-то, потребность ставит себя выше, чем кто-то. Помимо того, что исключает возможность выстраивать равноправные отношения, Помимо того, что исключает возможность выстраивать равноправные отношения. Ещё и свидетельствует о том, что вам чего-то не хватает. Есть моменты, есть элементы, которых вам не хватает. Ну, например, например, вам не хватает ощущения безопасности, то есть если бы вы воспринимали своего мужа как равного себе, то для вас это было бы куда менее безопасно, чем если бы, допустим, вы не воспринимаете его как равного себе. Да. И глобальное такое вот, глобальное основание для жалости в большей, наверное, степени позиционируемое как такое вот сознаваемое, то есть представленное в сознании, заключается во мнении, что человек находится не на том месте, не там, где он должен находиться. Человек находится не на своём месте, человек находится вот на своём месте по, ну, какой-то вот злой воле, по злому уроку, и находиться, вот, например, ваш муж, там, где он находится, он не должен. Вот. То есть это такая вот позиция условно взятия на себя ответственности за человека. Вот. Позиция, я бы сказал, крайне деструктивная. Дальше. Идём. Так, почему меня возникает это чувство. Так, сказал. Просто из-за его тяжёлого характера он часто спорит с родными и близкими, возникает непонимание между ними, в том числе и между нами с ним. Ну, вы говорите о том, что у него все хорошо, это уже подтверждает тот факт, что у него не все хорошо. Да, потому что вряд ли человек, у которого все хорошо, будет иметь тяжелый характер. То есть характер, это, грубо говоря, некие такие принципиальные паттерны модели поведения, которые человек применяет в тех или иных ситуациях. И так, это такая определенная, вот, определенный каркас. И совершенно очевидно, что вот эти паттерны поведения, они формируются в результате некого определенного опыта, который человек получает. И если у вашего мужа, как вы говорите, тяжелый характер, и он часто спорит с, ну, вот, с родными и близкими, в том числе и с вами, то это ни в коем случае не означает того факта, что, ну, все хорошо. Потому что, человек, у которого все хорошо, ну, спорить не будет. То, что между вами, между вами с ним нет взаимопонимания, или то, что возникают какие-то ситуации, где нет взаимопонимания. Это, я бы сказал, прямая ваша ответственность. То есть, это прямая, именно ваша ответственность, именно ваше, вследствие ваших действий. То есть, и его действий, и ваших тоже. Потому что, за взаимопонимание отвечает оба человека. Так не бывает, что за взаимопонимание двух людей отвечал бы один человек. Вот. Тут, правда, встает вопрос о том, насколько вы принимаете своего мужа, насколько вы принимаете его именно таким, как он есть. И, кстати, принятие таким, как он, какой человек есть, исключает, по большому счету, жалость, исключает ее именно по той причине, что, если я принимаю другого таким, как он есть, я допускаю, что он имеет право на существование, он имеет право на то, чтобы быть. А значит, как бы, жалеть его нежество. Жалеем мы только тех, кого считаем, находясь в месте, как я уже сказал, не на своем месте, а на, ну, на каком-то вот другом. На дом, на котором человек быть не должен. Это, правда, вопрот чего мы решили, что человек не должен быть на месте, в котором он есть. ну, это вопрос, вопрос. Дальше идем. А, так. Он, ээ, считает, что всегда прав. Ну, совершенно очевидно, что человек, у которого, опять же, все хорошо, эээ, считать так не будет, потому что правота, это история крайне субъективная, и, в общем-то, эээ, человек, уверенный в себе, он правота стремиться не будет. Он, эээ, будет высказывать свое мнение, он будет высказывать свою позицию, он будет приводить свои аргументы, вот, но, ровно до тех пор, пока эти самые аргументы у него будут. И когда, и когда аргументы, соответственно, заканчиваются, то человек уверенный в себе, он, эээ, либо говорит, что, да, я вижу, что моя позиция, там, была, недостаточно крепкой, и, соответственно, либо, ну, он ее пересматривает, вот. Либо, чё говорить, что, вот, так-так, у меня аргументов нет, но я, в общем-то, воно не согласен, звучит, конечно, это более инфантильно, чем, эээ, в первом случае, но зачастую бывает так, что, эээ, просто сложно резко, эээ, принять точку зрения, которую ты ранее считал неправильно, ну, или сложно бывает признать, что двоя точка зрения является несостоятельным, вот. В любом случае, эти два типа людей не стремятся к правоте никак, ни в коем случае. Поэтому, вот, то, что вы говорите, что у вашего мужа все хорошо, ну, это, к сожалению, это не правда. Дальше, эээ, часто нервничать, ну, нервничать, это, здесь означает тревожность, эээ, тревожность, это, эээ, следствие игнорирования своих чувств, чувств, игнорирование своих, эээ, своих потребностей. Здоровье в последнее время немного подводит, эээ, гипертония, эээ, ну, опять же, природа болезни, да, она, нуждается в измене, то есть какая-то псих, псих, психо, эээ, соматическая, например, природа, эээ, болезни, это одно или естественная природа, это другое, или, там, в результате каких-то, эээ, несчастных случаев, события, да. Третье. Соответственно, и подход к подобным заболеваниям, он разный в зависимости от их природы. Да, то есть нельзя просто сказать, что вот у меня гипертония, и, типа, я болен, и, как бы, из-за этого, там, кто-то, кто-то, кто-то. Нет. Нет. Справа природа. Природа заболевания. Дальше. Эээ, вот когда мы с ним не разговариваем, я вижу его подавленных, мне кажется, что он чувствует себя очень одиноким. Эээ, смотрите, вы здесь, эээ, говорите о том, что, когда мы с ним не разговариваем, я смотрю на него и вижу его подавленных. Эээ, на мой взгляд, эээ, здесь налицо, эээ, нарушение личных границ, потому что, эээ, вы принимаете решение, оба принимаете решение, не разговаривать. После конфликта. Эээ, мы сейчас не будем, эээ, говорить о том, насколько такое решение конструктивное и правильное, но, просто, вы принимаете такое решение. Вы вправе его, его принять. И, соответственно, вы же, эээ, обязаны, если вы решение принимаете, вы обязаны, эээ, принять последствия этих решений. Эээ, если вы и ваш муж решает не разговаривать, то абсолютно нормально, что муж, эээ, чувствует себя одиноким и подавленным. Это та цена, эээ, которую он платит за не разговор с вами, например. Равно как и вы, платите, эээ, тяжестью молчать, эээ, за решение не говорить с человеком. Эээ, в целом, это анальная позиция, анальный тип личности, анальное поведение, эээ, эээ, вы можете почитать, эээ, про это в интернете, если вам интересно, просто вбейте в поисковик. Ээээ, но в целом, это вот такая вот история, эээ, своего рода, эээ, взаимное перекладывание ответственности за свои собственные потребности на другого человека через обиду. То есть, вот я с тобой не разговариваю, я обижаюсь, я вызываю у тебя чувство вины и ты, соответственно, что-то, что-то делаешь. Вот, эээ, в вашем случае, эээ, мужчина в большей степени, эээ, следует такому поведению. У него получается вызвать у вас чувство вины или что-то такое, и вы идете первой на примирение. Соответственно, что и вызывает, ну, определенный негатив у вас. Так, эээ, дальше. Эээ, значит, хочется подойти и обнять его, но понимаю, что он не брат и не могу первой подойти, хотя иногда очень хочется. Ну, эээ, когда вы говорите, что вам хочется его обнять, это, конечно, вам хочется не потому, что вы его любите, да, и вам просто хочется подарить человеку нежность, а потому, что вам кажется, что он такой вот бедный, несчастный, чувствует себя одиноким и подавленным. Вот, эээ, это вот то, что мне говорил про нарушение личных границ, эээ, с одной стороны, и про, эээ, возвышение себя над, над, эээ, мужчиной с другой. Да, то есть, так это, эээ, так работает ваша защита, эээ, механизм психологической защиты, защита от конфликта. То есть, когда вы, эээ, принижаетесь к своему мужу, когда вы его желаете, ну, конфликт уже не кажется таким каким-то серьезным и вообще, вот. Ну, это мешает, мешает реальному, реальному решению, как сказать, конфликта, потому что, эээ, понятно, что, ситуация, которая произошла, она повторится вновь, если ее не разбирать, если не каждый из вас не будет, эээ, работать над, эээ, своими, эээ, личными проблемами, вот. Ну, так, по крайней мере, какая-то, эээ, перманентная выгода, вами, получается. Перманентную выгоду, вы, видите, в том, что, делает. Эээ, дальше, эээ, так, значит, хочу, братья, обнять его, но понимаю, что был неправ, и не могу, первое, братья. Но, опять же, здесь вы, эээ, со своей стороны, тоже, как бы, делите людей на правы и неправы. Это не, не, очень неполезная позиция, потому что все люди правы, правы, неправых людей нет. То есть, прав и неправы, это, очень субъективная история. И вы, получается, хотите что-то сделать, и не можете этого сделать, а то человек был неправ. Вот почему вы не можете это сделать, вы мне не понимаете. С этим нужно разобраться, почему вы можна, не можете. То есть, ну, источник был прав, а вы нет. Вам же хочется что-то сделать, так почему вы этого не делаете, если хочется. Вот. это важно. Дальше. Когда вспоминаю момент ссоры, сразу пропадает желание. Здесь обида, обида это ваши потребности, ответственность за которую вы перекладываете на мужчину и ждете, что он соответственно их удовлетворит. Вот. Обида это следствие ожидания вашего ожидания от своего мужа, ожидания какого-то поведения, как правило. Поэтому здесь нужно опять же смотреть, почему у вас пропадает желание, почему вы вспоминаете момент ссоры, вот, и как вас это задевает. Сама по себе ссоры это психологическая игра, скандал, про которую вы можете также почитать в интернете. Используется для защиты людей от эмоциональной и физической близости, т.е. сексуальной, но и не только. И используется, когда люди, ну, боятся, собственно, сближения, а напряжение, в том числе и сексуальное, имеет место быть. И в таких случаях скандал заменяет, собственно, акты близости. Те или иные, духовные или физические. Вот. Дальше идем. Так. Тяжело так жить вместе и молчать. Чем тяжело? Почему? Знаю, что если, начну говорить на чистоту, он не поймет меня, потому что его мнение для него важнее. Ну, здесь встает вопрос, да, вот вы говорите, если я начну говорить на чистоту, он меня не поймет. А, здесь встает вопрос, а для чего вы говорите? Т.е. вам, собственно, не нужно и вообще не нужно, чтобы человек вас понимал, да? Вот. Верующий человек никогда не поймет неверующих. Капролик никогда не поймет, ну, православство, да? А, значит, мусульманник никогда не поймет, там, христианина или, там, последователя Будды, к примеру. А богатый никогда не поймет бедного, бедный не поймет богатого, голодный не поймет цитовый, наоборот, да? То есть вам не нужно, чтобы человек понимал вас, если только вы, опять же, через это не решаете некую свою проблему, некую свою потребность, не удовлетворяете. Вам не нужно этого. Вам нужно просто донести свои чувства до человека и посмотреть, как человек на них реагирует. Это, словно говоря, если человек считается с чувствами, которые вы ему выразили, то это означает, что вы человеку дороги. И это означает, что у вас есть будущее. Если человек не прислушивается к вашим чувствам, то это означает, что ему, в общем-то, все равно, либо он занят решением своих проблем. Каких-то. Дальше, значит, в то же время он ждет, когда я сама пройду и его обниму. Да, но это его ответственность, то, что он ждет. Понимаете? Вы берете ответственность за человека. И в итоге он остается, остается вот в той деструктивной своей позиции, которая у него есть. Он не меняет ничего. То есть вот вы его жалеете вроде бы, но на самом деле сейчас она вредит, потому что она смещает последствия выборов человека. И мотивирует человека на то, чтобы он оставался и дальше в своей позиции. Чтобы он оставался и дальше вот в своем, ну вот в круге своего выбора, который он сделал. Сам будет молчать до последнего. Но это его выбор. Тяжело мне на душе от этого. В чем, в чем тяжесть? В чем, в чем конкретно тяжесть? Как это вас задевает? Где здесь соответственно то, что вы хотите для себя, а кто-то вы хотите для своего мужа. Это разные вещи. Вот собственно, что хотелось спросить. Ну, вы не задали вопрос, а вы спросили, почему вам жаль, почему вам своего мужа жаль, а дальше вы просто начали описывать проблемы своих взаимоотношений, где проблемы далеко не только взаимоотношений, проблема личных границ, удовлетворенности потребностей во собою. Здесь сональный тип поведения, поздерживание эмоций. Здесь гордость, которая абсолютно никакой пользы не несет. Здесь и психологическая игра скандал, связанная со страхом близости и проблемами личных границ. То есть это куда более глобальная история, чем просто ваш вопрос про природу жалости к мужу. Почему меня предупреждало? Может это психологическая проблема? Как ее можно решить? Ну, любая психологическая проблема решается на консультации у психолога. То, что вы вместе живете вместе два года, но в браке лишь только месяц, тоже вызывает вопросы, почему так долго вы жили вместе без брака, когда у вас начала появляться жалость, то есть, ну вот просто, когда вы ее почувствовали, после чего, после какого момента вы устали ощущать жалость. Вот. Возможно, там что-то случилось, что-то случилось. На этом все. В любом случае лучшим решением было бы вам обойно обратиться к психологу, или, по крайней мере, нажать с вас, а дальше уже постепенно привлечь вашего мужа, потому что так проблема не решится. То есть, ну вот, в формате ответ-вопрос, вопрос-ответ, не решается такого рода проблема. Проблема решается только в ходе психотерапии. Причем психотерапии не только вашей, но и вашего мужа. Психотерапии ваших семейных отношений. Вот. И для начала, конечно, надо бы здесь убедиться в том, насколько вы подходите друг другу. С точки зрения, например, принципов общения. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.